МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большая часть нейтральных спортсменов из России не примет в ней участие. На парад в Хенчхане не выйдут хоккеисты, фигуристы, шорт-трекисты, саночники, керлингисты, а также лыжники и биатлонисты. Это связано тем, что большинству из них предстоят старты уже на следующий день. По информации Олимпийского комитета, в составе российской делегации на церемонии открытия игр будет всего 70-75 человек. Они пройдут перед трибунами без национальной символики, без российского триколора и без гимна. Я помню, с каким наслаждением я его на соревнованиях всегда слушаю и пою. И это такая гордость, что сейчас я понимаю, что в ближайшее время я его уже не услышу. Мне очень больно внутри, реально прям до слез обидно, больно. Напомню, что спортивный арбитражный суд удовлетворил иски 15 российских спортсменов, в том числе челябинской конькобежки Ольги Фаткулиной. Однако никто из них не получил приглашение Международного олимпийского комитета участвовать в Олимпиаде. А уже 10 февраля в Пхенчхане определятся первые победители. В биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина и шорт-треке. А накануне к стартам приступили представители керлинга. Российская смешанная пара уступила соперникам из США со счетом 3-9. А многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов одержал победу в китайском Харбине. Соперницей знаменитого уроженца Златоуста была сильнейшая шахматистка современности Хоу Ифань. Кстати, самая молодая в истории этого вида спорта. Чемпионкой планеты она стала в 16 лет. В противостоянии Карпов одержал победу в матче из шести партий в быстрые шахматы. Призовой фонд поединка, который отправился в Россию, составил 30 тысяч долларов. Ледовый дворец «Уральская молния» проводит фестиваль зимних видов спорта. На одной площадке собрались представители хоккея, конькобежного спорта, керлинга. Этот праздник появился после Олимпиады в Сочи. И вот уже 4 года подряд его проводят в начале февраля. Мы будем проводить этот праздник каждый год в России. Хорошая идея еще раз поддержать наших спортсменов, которые занимаются. Вообще детей, молодежь занимается зимним видом спорта. Все состязания носят дружеский характер. В конце каждый участник получает памятные подарки. 12-летняя Влада с удовольствием рассматривает презенты. Она занимается керлингом. Тренировки начала 2 месяца назад. Мне нравится, что заниматься здесь. Физическая нагрузка. Мне здесь очень нравится. Я думаю, что это очень полезно. Развивать себе ум, координацию и ловкость. А в центре олимпийской подготовки состоялись чемпионаты первенства области под дзюдо среди глухих. Среди участников 5 медалистов прошлогодних сурдолимпийских игр в Турции. Чемпионка Наталья Дроздова, призера Алина Поздеева, Юлия Молодцова, Жанна Кузнецова и Ростислав Берг. Это очередная подготовка к чемпионату России и первенству России по юношам. Первенство России по юношам будет в апреле месяце, а чемпионат России 12-13 мая в Зеленограде. Двукратная чемпионка сурдолимпийских игр, чемпионка мира из Магнитогорска Наталья Дроздова оценила уровень борьбы молодых спортсменов. Дети глухие, приходите тренироваться в дзюдо. Победителями соревнований стали 14 магнитогорцев. Хозяева татами добыли 7 золотых наград. А магнитогорские кудоисты с триумфом вернулись из Тобольска, завоевав на чемпионате и первенстве Уральского федерального округа 22 награды. Из них 12 высшего достоинства. Спортсмены каждый индивидуально показывают свой результат. Ну и естественно потом уже по техническому результату выявилось, что мы первое командное место дали. Спортсмены из города Металургов показали в Тюменской области высокий уровень во всех составляющих боевого единоборства кудо. Ударной и бросковой техники, а также борьбы в партере. Провел три боя. Самый сложный бой это был в финале с Тургутянином. Состязания были отборочными на чемпионаты первенства России, которые пройдут в Москве в конце февраля и апреля соответственно. На сегодня это все. В завершении повод для гордости. В Челябинске живет один из немногих российских гандболистов, кому удалось дважды подняться на высшую ступень Олимпийского пьедестала почета в 88-м и 92-м годах. Это Валерий Гопин. Далее происшествие с Дарьей Шведовой. Не переключайтесь.